Русский час Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Пятница, пять часов, погода совсем не зимняя. И сегодня с вами в студии Русского часа Лена Манулинка и Майна Пола. И надеемся, что у вас есть хорошие планы на выходные, тем более, как всегда, отпраздновать есть что. Русский час 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 Это дневник Анны Франк или список Шиндлера, Спилберга. А также недавний фильм, который поставил Никита Михалков. То есть тема Холокоста, она все время присутствует. И я думаю, что может быть именно потому, что слишком много об этом, у многих молодых людей взгляд как-то на это стал замыливаться. Многие не хотят даже об этом знать. Но было и было, что об этом говорить. Но вот мне кажется, после того, как я прочитала эту книгу, уникальность этого фарфорового ангела состоит в том, что в ней как бы нет национальности. Там не говорится, что это человек еврейской национальности. Это просто исповедь человека, который попал вот в эти страшные условия и о том, что сделал с ним фашизм. Как поселил в этой душе страх. И этот страх сковал все остальные чувства, искалечил душу, замкнул, превратил в покорного раба. Ну, язык этот такой, знаете, достаточно сухой, лаконичный, который просто режет, отрезает. Вот произошло это, произошло это, произошло это. Спокойный человек рассказывает об этих ужасах. И вся вот эта вот такая вот монотонная спокойность этого языка только подчеркивает трагизм жизни этой женщины. Мы хотели с Леной прочитать вам несколько отрывков с этой книги, но у нас не получится. Не получится, но прочитать, к сожалению. Но я хочу сказать, что я эту книжку прочитала по твоему совету. И я хочу сказать, что вторая повесть как раз-то иммигранта гражданской войны. И они, в принципе, были, как я понимаю, достаточно русскими людьми, но просто дружили с казаками, которых тогда репрессировали. И опять же, вот как ты говоришь, такой суховатый язык и просто перечисление всех тех бедствий, которые пришлось пережить по их жизненному пути. И, конечно, когда встречаешь таких людей, ты удивляешься их силе, их мужеству, их желанию жить и их, скажем так, философскому отношению к тому, что с ними случилось. Главное, это говорит о том, что то, что с нами сейчас происходило, когда мы, допустим, приехали в новую страну, эмигрировали, это нельзя сравнить с тем, что досталось этим людям, которые из страшных, буквально, так сказать, переселенных в странцовых умерей, бежали там по степи, бежали там по тундре, бежали в снегах, папа приходил за дочками. Хотя, надо сказать, что и у новых эмигрантов судьба складывается по-разному. Бывает удачная, бывает неудачная. И вот, кстати, Людмила в своей книжке, она рассказывает и о некоторых случаях бескорыстной, беззаветной и взаимопомогающей дружбой, и рассказывает о случаях, когда человек ищет какой-то выгоды и пытается подсидеть другого человека. Мы все знаем, что это случается. Но, тем не менее, презентация книги будет, как я уже сказала, в начале 26 августа в час дня в Квизлэн Малти Култшерл Центр. Где вы сможете и купить, как я понимаю. Да, ее можно будет и купить. Ну, пожалуйста, в общем-то, если вы говорите с автором, вы получите автограф автора, там уже будет задать вопросы. Но даже если она, когда вам сейчас попадется, почитайте, она очищает душу эту книгу. Она учит принимать, что с тобой случается, более философски. И, в принципе, мы не зря начали с того, что в России пришлось пережить в прошлом веке. Потому что, в принципе, все случилось из-за того, что мы были вовлечены во все эти круговертия с революцией. Я не знаю, почему на Россию выпала такая страшная доля. Это не на всех выпало. Если мы посмотрим на долю, которая вышла тем же самым туркам или курдам в Турции, тем же самым армянам в Турции, тем же самым полякам, или другой, любой стране, это каждого судьба. Это же просто... Нет, но на Россию слишком много в 20 веке вылилось. Это даже по сравнению с количеством людей, которые население потеряло. Это же яма, которая чувствуется и сейчас. Когда читаешь количество погибших во время Второй мировой войны, там, допустим, в Америке они до человека знают 387 тысяч, там сколько-то, сколько-то. Допустим, во Франции там 1 миллион, такое-то количество. И когда ты вам смотришь Россию, тебе говорят, свыше 40 миллионов человек только погибших, не учитывая тех, которые пропали в плену, которые без вести пропали, которые были среди мирного населения, это, конечно, это, конечно, выставляет страдать. И главное то, что огромное количество еще солдатских трупов лежит по всей Матушке России. Они даже еще не захоронены. Да. Поэтому приходите, куда Марина сказала, вот в Монте-Калчево-Центр. В 21 в час дня. И вы не пожалеете, что вы там купили книжку, это мы можем сказать. А следующая песня у нас о всех нас, о всех эмигрантах. Знай, я есть края, походи, поищи, кого поровуй. Там такая земля, там такая трава, а леса в каждом местах, те, а не где бы раз по мере, там басерах, а вода, будто божья рассадка. А мы скорее салом, а за низовюсты, и падают на горы. И я поехала туда, только где они доставы пили, а пили, ну сын. А мы прощаемся с вами. Желаем вам хороших выходных. До следующей пятницы. С вами в студии были Марина Пола, Лена Мануэленко. Будем надеяться, погода будет такая же. До свидания. До свидания. Я выброшу белый план, привычку в судьбу не сложишь. Прости, если что не так, прости, если только сможешь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok